сегодня первое первый ученый совет в новой семилетке это с одной стороны как бы старт нового периода и казалось бы нам но мы должны сказать планируем тот и тот и тот а на самом деле получается вот я не очень нравится как как сегодня прошел ученый совет получается что мы не с нуля стартуем а мы плавно переходим из одной семилетки другую и это новая семилетка для нас это ну как новые силы новый такой импульс дополнительный но к той базе и к тем достижениям которые уже есть по итогам несколько лет работы и в этом смысле очень приятно сегодня было рассказывать не про показывая не чертежи будущих установок и не какие-то например там расчеты для планов создания чего-то а например результаты ляра фантастический совершенно эксперимент с точностью которая никому в мире вот на уровне сечения 20 метров никто в мире не умеет детектировать ядра и это просто но супер супер уровня результат ника сеанс прошел почти год назад данные все еще обрабатываются уже часть данных опубликовано в европейском журнале центральном европейском журнале физическом в июле сейчас я сегодня не был возможности об этом сказать но вот та точность которой мы обрабатываем результаты из которой мы можем анализировать результаты новые модели которые делать наши теоретики экспериментаторы они сейчас позволяют нам видеть очень интересный эффект например по результатам эксперимента барион что выход странных частиц которые мы получили в эксперименте в несколько раз превышает ожидаемый это значит что мы нащупываем какие-то интересные эффекты и явления вот уже в тех реакциях которые мы проводим на энергии еще не ники но нуклатрона они я напомню в два раза примерно ниже чем на коллайдере стройки в ляре быстро корпус возводится я думаю что мы если так будем двигаться мы наверное запустимся может быть даже будет готово все к запуску на год раньше чем мы планировали это означает что очень хорошие коммуникации выстроены не только между лабораторией и подрядчиком но и между нашими службами инженерными оксом административной службы потому что сейчас мне кажется мы работаем как очень слаженный и очень энергичный организм и вот показывая про науку нужно всегда понимать что это не только ученые но это и большое количество служб это и инженеры это и специалисты это и конструктора это и административные наши службы это международники все на свете вот результаты которые нам показывают совсем другой быстрый темп работы на мой взгляд это главное с их главный индикатор того что механизм работает как хороший такой двигатель на марше машина которая идет с хорошим темпом и идет быстро и куда надо биологи сегодня только один результат рассказывал эту про сравнение экспериментов облучение клеток и мутации в днк из-за облучения гамма квантами электронами протонами и тяжелыми ионами это вершина айсберга но огромные массивы данных и то что мы сейчас делаем биоинформатики мне кажется это на уровне хорошей европейской лаборатории которая работает именно в life science современным компьютингом а модели для этого компьютинга делают теоретики из области ядерной физики физики частиц нетронка нетронка конечно скучает без работающего реактора но остальные установки вот и рэн и эксперимент тангра результат который я показывал сейчас замечательный совершенно результат в измерении сечений огромного там спектра ядер с точностями которые ну доступны только лучших лабораториях мира и второй момент мы сейчас вот видим мы с план себе поставили такой примерно два года назад что пока реактор стоит мы готовим и модернизируем спектрометры и спектрометры должны не ждать когда пучок нейтронный появится а эти два года должны кардинально обновиться вот три спектрометра которых я сегодня говорил они лучше чем в десятку лучше чем десятку вырастут по эффективности по своей один из детекторов 400 раз почти улучшит свою с эффективность работоспособность и параллельно значит работает и рэн и тангра параллельно работают все остальные инструменты которые мы активно закупали рентгеновские дифрактометры вот сейчас мы видим что огромное количество результатов интереснейших и в конденсметр и в науках о жизни лет наверное тяжелее всего потому что это самая быстро меняющаяся сфера науки компьютинг и тут нужны ну кажется так обывателю наверное может показаться что но чего закупай процессора ставь и у тебя будет чем чем больше денег потратишь чем больше процессора закупишь и памяти тем у тебя будет эффективен машин на самом деле нет задачи которыми особенно мы занимаемся они не распараллеливаются вот так просто по однородным универсальным компонентам задачи которые мы считаем для ники для сверхтяжелых для биологов они все требуют гетерогенных вычислительных структур это значит ты параллельно должен и хранилище данных развивать они у тебя должны быть многоуровневые так называемое озера там горячие теплые холодные данные тогда у тебя должны быть облачные вычисления у тебя должны быть распределенные вычисления на простых обычных терминалах я должен быть многопроцессорный вот суперкомпьютер и у тебя должна быть между ними организована такая связь которая максимальную степень синхронизации показывает и можно купить огромный суперкомпьютер но по эффективности по загрузке он будет и мы это видим у нас многие университеты и многие институты грешат тем что закупают значит покупают уникальную уникальную базу компьютерная она за загружена там на два на три процента просто потому что это не только железо это и алгоритмы и люди которые с этим железом работают вот в целом мне кажется сегодня мы видели результаты в разных вот в разных проектах движемся быстро наверное хотелось бы быстрее наверно хотелось бы больше участия наших зарубежных как но мы привыкли мы до сих пор грустим и жалеем о наших друзьях и партнерах которые к сожалению сейчас вот не в полной мере могут сотрудничать но то что мы вот в тонусе и то что мы сами себе интересны сами себе интересны мы сами себя но в каких-то вещах там ставим амбициозные цели пытаемся себя кое-где как мюнхаузен за за волосы вытащить это получается и это лучший индикатор и для внешнего мира нашей привлекательности и нужности и конечно ну вот может быть отдельно отдельно надо сказать о наших международниках вот о тех кто занимается коммуникациями научными международными международным научно-техническим сотрудничеством просто международным сотрудничеством и научно-дипломатией это и международный департамент этой пресс-служба замечательная команда совершенно молодая энергичная эта ученая секретаре лаборатории сейчас каждой лаборатории появляются такие вот но как кластеры такие да вот активная это и конечно наша молодежь, ОМУС, я просто в восторге от активности ребят. И вот все это вместе тоже позволяет этому бульону большому такому не затухать, он все время кипит. На международниках огромное сейчас, но это и морально тяжело, это и физически тяжело. Раньше два часа полета было, сейчас пять часов еще и с пересадкой. И вот все это успевать, все это укладывать в график, в хороший календарь, чтобы все успевать, все было синхронизовано. И вот мы так раз в полгода могли показывать с легкостью, как будто оно получается, как будто так и должно быть. Мне кажется, сегодня была интересная дискуссия после традиционного доклада о работе института. Дискуссия я не помню, там последние два-три года, чтобы она была больше 15 минут, сегодня мы почти 40 минут говорили и Мишель Спиро, и Анна Мария Чета, и болгарские наши коллеги, и Южная Африка, вот новый член ученого совета Зиблом Вилокази. Кроме таких понятных, приятных очень для нас слов поддержки и высокой оценки наших результатов, все спрашивают в той или иной степени сквозит в вопросах, насколько мы отошли от привычных нам партнеров, скажем, европейских лабораторий, коллег, с которыми мы работали многие десятилетия вместе, и насколько мы вообще готовы к восстановлению, к возобновлению отношений. С одной стороны, это говорит о том, что соскучились друг по другу, это правда, потому что связи, которые 50 лет работали, это же человеческие судьбы, жизни, диссертации, статьи в хороших журналах. С другой стороны, видно, что, ну, мне кажется, что все, слава богу, остыли немножко от эмоциональных, политических дискуссий, и возвращается все в русло сутевых обсуждений. И третий момент, мне кажется, что я очень на это надеюсь, что коллеги, которые задают нам эти вопросы, и уточняют, и спрашивают, они в том числе и транслируют, я надеюсь, сигналы от наших коллаборантов, от экспериментов, в которых, ну, послушайте, мы участвовали в эксперименте 20 лет, там наших, не знаю, там от нас зависит 30% установки, ее работы, обслуживания, сбора данных, анализы и так далее. Конечно, это большие сложности, а когда эксперимент несколько тысяч человек, и если у тебя выпадает не один, два, а там 100, 200, конечно, это очень серьезно. Мне кажется, что сегодня, вот как-то так в воздухе у всех уже сквозит ощущение, что первое, мы должны быть готовы к восстановлению, вообще к такому диалогу, и наш ответ, конечно, мы готовы. А другое дело, вот все наши коллеги, члены ученого совета, видят, что мы готовы не только, ну, эмоционально и на словах, но и содержательно, с точки зрения нашей экспериментальной программы, возможностей, нашей инфраструктуры, мы абсолютно точно ничего не потеряли, мы только приобретаем вот год от года, и растет, растут амбиции, растет привлекательность, растут возможности, и это все чувствуют, все это так деликатно отмечают, но понимают, что это очень хорошо, что мы не занимались, не тратили время впустую и на пустое, а занимались тем, что было нужно. На самом деле, это, конечно, огромное усилие всего нашего большого коллектива. Я поздравляю всех с началом новой семилетки. Продолжение следует...